Добрый вечер. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер. 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 Состояние экономики. И мы, товарищи, отдаем отчет в том, что мы находимся только в самом начальном пути перестройки. Тяжелое наследие застоя удерживает экономику во многом по-прежнему пока еще на экстенсивном пути. Не достигнут перелом научно-техническом прогрессе, ресурсосбережений, повышение качества продукции. Недостаточными темпами осуществляется пока еще и реконструкция, и структурная перестройка народного хозяйства. Не удалось, товарищи, пока еще принять действенных мер по финансовому оздоровлению народного хозяйства, укреплению в целом режима экономии в стране. Каждое пятое промышленное предприятие и подрядная строительно-монтажная организация в стране и сегодня не справляется с плановыми заданиями по финансовым результатам. Убыточным остается каждое десятое промышленное предприятие в стране, что совершенно несовместимо, как вы понимаете, с целями и задачами нашей перестройки в экономике, и тем более с принципами полного хозрасчета и перехода на хозрасчет. Убытки нерентабельных предприятий и организаций составляют и сегодня в стране пока еще 11 миллиардов рублей в год. Вот где прочные корни иждивенчества и уравниловки. Конечно, вырвать их можно, лишь повышая экономическую ответственность за результаты труда и совершенствуя его организацию, оплату, чтобы каждый работник реально ощутил тесную связь своего материального благополучия с финансовым состоянием своего предприятия и его результатами работы. Креницы здесь на каждом шагу, на улицах, во дворах, район-то Креничанский, типичный сельскохозяйственный район Приднепровья. Сегодня в его хозяйствах побывал Владимир Васильевич Щербицкий. Встреча с животноводами в красном уголке фермы кооперативного хозяйства «Заря коммунизма» бывшего колхоза. Это одно из первых на Украине хозяйств подобного типа. Состоит из 46 специализированных кооперативов, связанных договорами, новыми производственными отношениями с элементами аренды. Товарищ Щербицкий ферсовался отношением к новой организации труда, животноводов, специалистов, управленцев. Последних, кстати, стало наполовину меньше. Закономерно и то, что себестоимость продукции снижена уже в первые месяцы года. Это интересная, заслуживающая внимания форма хозяйствования, отметил товарищ Щербицкий. Но не стоит забывать, что колхозы и совхозы остаются основной силой в выполнении продовольственной программы. В беседе первого секретаря ЦК Компартии Украины с механизаторами этого хозяйства речь шла о проблемах. О низком качестве поступающей к севу техники, об удовлетворении потребностей трудящихся, о недостаточных темпах строительства и газификации сел. Товарищ Щербицкий подчеркнул, что на Украине разработана программа значительного увеличения мощности стройиндустрии. Субтитры создавал DimaTorzok С утра Бориса Карловича Фуга ждали в совхозе Красная Нива. Конечно, интересно было познакомиться с хозяйством, которое с начала прошлого года полностью перешло на арендный подряд. Вокруг этого вопроса вёлся разговор с руководителями хозяйства и теми, кто непосредственно производит продукцию, в данном случае продукты питания. Добрались до одной из отдалённых деревенек, где успешно работает семья арендаторов. Николай Кузьмич Кузин с двумя сыновьями. Сами построили ферму, взяли 70 телят, а тару овец. В аренде у них земля, 250 вектаров. Своя техника. И пошло, пошло дело. Своё будущее хозяйство видит в аренде. Побывал Борис Карлович Фуга и во Всесоюзном научно-исследовательском институте сертифического волокна. Сегодня же Борис Карлович Фуга, кандидат народной депутаты СССР от КПССР, встретился в городе Кореяне с партийным активом. В частности, он сказал. На областном партийном активе в июне прошлого года, обсуждая решение КПК, вывели очень серьёзный разговор о борьбе за чистоту партийных рядов. Была сформулирована абсолютно правильная позиция. Нельзя закрывать глаза даже на первый взгляд на небольшие негативные явления. Ржавчину, которая появляется на почве попустительства и либерализма, надо постоянно щищать. Только таким образом можно вовремя обнаружить симптомы болезни, которую Ленин назвал комчванством. Только так можно сохранить нравственное здоровье коммунистов, поднять боевитость первичных партийных организаций. Так давайте же с этой принципиальной позиции никогда и не сходить. Нам нужна сильная партия, очень сильная партия. Нужна такая партия, как никогда. Нам нужны такие коммунисты, которые не боятся взять на себя ответственность за судьбу перестройки. Которые будут до конца отстаивать коренные интересы трудящихся, защищать ценности социализма. Товарищи, современная общественная жизнь поставила перед нами немало вопросов. Вопросов острых, порой неожиданных. Некоторые из них мы еще вчера не замечали. А от иных, чего греха таить, порой просто отмахивались. Партия твердо отказалась от догм, шаблонов, устаревших форм партийно-политической работы. Но не скрою, что у одних это вызвало даже некоторую растерянность. Другие, а таких большинство, начали думать и искать выходы и подходы. Сегодня партия поощряет людей мыслящих, действующих нестандартным, приносящих пользу нашему общему делу. Добрый вечер, товарищи. Я начну сегодняшний обзор международных событий сообщением из Бухареста. 28 февраля 1 марта в столице Румынии состоялась пятая сессия специальной комиссии государства-участников Варшавского договора по вопросам разоружения на уровне заместителя министров иностранных дел. На сессии обсуждены вопросы, которые связаны с подготовкой к открывающемуся в Вене переговорам по сокращению обычных вооруженных сил и по мерам укрепления доверия и безопасности в Европе. Был также рассмотрен вопрос о тактических ядерных средствах в Европе. Сложное положение сохраняется в Югославии. Новые демонстрации прошли в Белграде и автономном крае Косово, где наш корреспондент побывал и откуда он передает наш репортаж, рассказывая о том, как развиваются события в стране. Тогда по стране прокатилась волна многотысячных митингов, протеста в связи с резким ухудшением положения в Косово, где албанские националисты организовали серию забастовок с целью не допустить принятия поправок Конституции Сербии, в состав которой этот край входит, и добиться отставки недавно избранного партийного руководства Косово. Кроме того, здесь не прекращаются гонения на сервов и черногорцев, издавна проживающих в Косово, что приводит к массовому их отъезду из этого края. Решением президиума СФРЮ в Косово введены особые меры, которые призваны обеспечить нормализацию обстановки. Стремясь хоть как-то уменьшить напряженность в Косово, партийные руководители края заявили о своих отставках. С изменениями Конституции Сербии дело несколько сложнее. По существующим законам, Сербия не может эффективно влиять на состояние дел в крае, так как он сейчас обладает практически теми же правами, что и республика, в состав которой он входит. И на устранение этого противоречия и направлены намечаемые изменения. И именно это вызывает у большинства националистически настроенного населения Косово бурную негативную реакцию. Массовый митинг протеста против действия албанских нациалистов прошел в Белграде перед зданием скупщины СФРЮ. Здесь собралось около миллиона человек. Его участники поддержали предстоящие конституционные изменения в Сербии, высказались против отставок нового Косовского партийного руководства, считая, что оно проводит правильную политику. Осудили также поддержку требований Косовских забастовщиков со стороны ряда общественно-политических организаций Словении и Хорватии. Митинг продолжался свыше 20 часов. Его участникам обратились представитель президиума СФРЮ Раив Дизаревич и поздно вечером руководитель Союза коммунистов Сербии Слободан Милошевич. На всех состоявшихся митингах было подчеркнуто, что деятельность Косовских экстремистов серьезно угрожает стабильности Югославии, ухудшает и без того сложное внутриполитическое и экономическое положение в стране. В Государственном русском музее в Ленинграде открылась выставка произведений народного художника СССР Андрея Андреевича Мыльникова. И если попытаться обобщить впечатление от знакомства с этой обширной галереей, то отмечаешь первое и безусловно главное – высоту идеалов автора, глубину их художественного воплощения. Это непременно подметив и в пейзажах, многие из которых родились в любимых художникам уголках России. Перед вами полотна, посвященные Пушкиногорию. Этим проникнуты и монументальные работы Мыльникова. Клятва Балтийцев – одна из первых, принесших автору известность картин, написанная в 1947 году. И вот это, словно обращенное к сердцу каждого полотно прощания. Вместе с трагическими образами и образами светлыми мы вновь и вновь встречаемся с высоким, ярким искусством художника и гражданином, нашего современника. Я пытался быть вместе с людьми в то время, когда им было очень горестно. Когда они переживали страшные муки и в лихолетии войны. Когда мы теряли своих друзей, матерей, братьев. И вот в этом зале как раз картины, разделенные 30 годами, которые говорят о том поклоне, который я приношу этим людям, которые дали нам возможность жить. Дали нам свободу и дали нам сегодняшнее время. Завтра выпускается в обращение памятная монета достоинством 1 рубль в связи со 175-летием со дня рождения Тараса Шевченко. Наряду с находящимися в обращении в настоящее время указанные монеты обязательно к приему государственными, кооперативными, общественными предприятиями, учреждениями, организациями, колхозами, отдельными лицами во все виды платежей. А также учреждениями банков СССР и предприятиями министерств связи для зачисления на текущие расчетные счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода без всяких ограничений. Основные водные артерии нашей столицы Москва-река и Яузы. По городу протекает еще 74 малых речушек. Не пей, братец, водички из этой речки, козленочком станешь. Как вы думаете, верно в сказке сказано? В сказке неверно сказано, потому что если выпить из этой речки, не то что козленочком станешь, вообще жизнь потерять можно. Особенно вот после январских, так сказать, сбросов сточных вод в эту реку неизвестными предприятиями на территории Московской области, которые мы до сих пор найти не можем. Вот это то, что мы получили на сегодня, после этого сброса. Это бусинка, приток реки Лихоборки, которая впадает в Яузу. Мы привезли с собой чистую воду специально, чтобы помыть руки, потому что этой водой не то, что мыть руки, близко к ней подходить нельзя. На сегодня запах сероводорода составляет более 5 баллов. В 35 раз больше содержание нефтепродуктов вот в этой речке. Чем по норме положено? Да, чем по норме. Окисляемость резко повышенная. Взвешенные вещества содержат практически всю таблицу Менделеева, в том числе и соли тяжелых металлов, которые, как вы знаете, не безразличны далеко для состояния здоровья людей. Очень просто выходить на митинги, очень просто писать лозунги. Гораздо сложнее прийти на предприятие и спросить у своей администрации, а что же она делает по охране окружающей среды и потребовать от администрации выполнения природоохранных мероприятий. Гибнет рядом роща, гибнет речка. А куда потянутся ребятишки в жаркий летний полдень? Нет хозяина у бусинки, ведь течет она на территории четырех районов Москвы и области, где много промышленных предприятий. Валентин Иванович, а какие у вас очистные сооружения? Есть ли они? В настоящий момент на заводе нет очистных сооружений, кроме станции нейтрализации. Сейчас разработан проект реконструкции завода и первой очередью этого проекта предусмотрено строительство биологических очистных сооружений с биологической очисткой. И сейчас этот проект на согласование. Львовский гроссмейстер Василий Иванчук стал единоличным лидером на международном шахматном турнире в испанском городе Ленарисе. В восьмом туре Иванчук сыграл в ничью с Любовичем, Портиш выиграл у Хьяртовсена, а три партии отложены. Карпов в этом туре был свободен от игры. Теперь у Иванчука пять с половиной очков, пять очков у Карпова, четыре с половиной у Любовича. До конца соревнований осталось провести три тура. 3 марта в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Ожидается участие 600 спортсменов. А накануне многие известные атлеты выступали на турнире в испанском городе Севилье. На прошлой неделе Сергей Бубко проиграл поляку Мирославу Хмари, но рекордсмен мира в долгу не остался. На этот раз он вновь первый с результатом 5 метров 81 сантиметр. Хмара отстал на 30 сантиметров. Неровно выступает в последнее время Карл Льюис. И хотя в Севиле олимпийский чемпион на дистанции 60 метров был первым, но это определил лишь фотофиниш. Результат Льюиса 6,64 секунды. Всего на 0,01 отстал кубинец Андрей Симон. Мировой рекордсмен Ксавьес Сатамайер взял высоту 2 метра 35 сантиметров. Олимпийский чемпион Геннадий Авдеенко был вторым с результатом на 15 сантиметров хуже. Чемпионы страны и футболисты Днепропетровского Днепра завоевали кубок сезона. В Сочи они выиграли у обладателя кубка СССР харьковского металлиста со счетом 3-1. Сегодня состоится первая четвертьфинальная матча европейских кубковых футбольных турниров. В кубке УЕФА ряд матчей уже сыгран. Мюнхенская Бавария в гостях встречалась с шотландским клубом Харц. И проиграла в итоге с минимальным счетом 0-1. Хозяева очень хорошо действовали в стандартных ситуациях. На 55-й минуте после нарушения правил был назначен штрафной удар. Его мастерский с подачи разыгрывающего исполнен Ям Фергюсом. Но преимущество в один мяч на своем поле, конечно же, передать ответ на встречу в Мюнхене невелико. На хоккейном чемпионате страны сегодня состоялось 4 матча. В Москве столичные динамовцы со счетом 6-2 обыграли Сокол. Хозяева площадки так решительно повели наступление на ворота гостей с первых же секунд, что создалось впечатление быстрой и легкой победы динамовцев. Уже на 4-й минуте счет был 2-0 в их пользу. И киевленам долго пришлось выравнивать игру. Им это удалось. Они даже перехватили инициативу, гол и ударшего тому подтверждение. Больших трудов стоило москвичам вернуть упущенное преимущество. И, наверное, их третья шайба, которую провел Симак, вернула им и уверенность. И дальше проблемы москвичей уже в этом матче не было. А вот результаты остальных матчей. Армейцы Москвы в Челябинске выиграли у «Трактора» 5-3. Воскресенский «Химик» проиграл команде «Крыльев Советов» 2-4. Автомобилист Свердловский выиграл у «Рижских динамовцев» 6-4. Лидирует в чемпионате армейцы столицы. У них 44 очка. По 40 очков сразу же у трех команд «Химико», «Крыльев Советов» и «Московских динамовцев». Добрый вечер. К нам в гидромедцентр СССР приходит очень много писем, содержащих одну и ту же просьбу. Подробнее рассказывать о погоде не только на европейской территории, но и на территории всей страны. Мы, конечно, можем рассказывать о погоде 5 и 10 минут, столько, сколько потребуется. Но, как утверждают психологи, это занятие бесполезное. Только 7 чисел значения температуры может запомнить телезритель. Поэтому о погоде на европейской территории мы рассказываем более-менее подробно, а о погоде к востоку от Урала останавливаемся на ее основных особенностях. Итак, самая ветреная погода завтра в низовьях Лены. Скорость ветра временами достигнет ураганной силы. Самым снежным день будет на Таймыре и побережье Магаданской области. Самая низкая температура на полюсе холода в Эмиконе – минус 55. Самая высокая – в долинах Азербайджана – плюс 25. В большинстве районов европейской территории страны сохранится теплая погода. На запад европейской территории страны и юг по-брежнему будет поступать теплый и влажный воздух. Но далеко на восток он пока не пойдет. Антициклон с центром над Урала его попросту не пустит. Поэтому на верхней и средней Волге усилится перепад давления и, как следствие, усилится ветер. И хотя там и ожидаются прояснения, но будет ощущение прохладной погоды. В среднем по Волжье даже днем температура не превысит 0 градусов, а в Эренбургской области 8-13, ночью и до 19 градусов мороза. В остальных районах погода будет примерно однородной. На Украине, Северном Кавказе и Черноземье временами пройдут осадки. Тепло – плюс 3,9. На юге Украины и Черноморском побережье – 11-16 градусов тепла. Тепло в Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии и на северо-западе России. Здесь пройдет слабый дождь, да и то не везде. Даже на севере страны днем тоже оттепель. Лишь на Кольском полуострове – минус 3,8. В Ленинграде в четверг без осадков, ночью 0,2, днем 5,7 градусов тепла. В Москве и Подмосковье весна заявила о себе еще в середине зимы. А вот такой разной погоды была сегодня, первый календарный день весны. То стояли сплошные туманы, то пробивало солнце, то шел обильный снег, который быстро таял. Маленькие ручейки уже давно пробили себе дороги и сейчас, говорливо журча, спешат по крутым и пологим склонам к рекам и водоемам. В парках, садах и даже за городом становится все оживленнее. Шумно от птичьего гомона. Заливистые запели синицы, беспрерывно щебечут воробьи. На днях прилетят грачи и скворцы. Хребки все-таки наши в связи с природой, а у нее все как у нас, у людей. Еще будет снег и морозит, заставит потеплее одеться. Но сполошилась, прихорашивается природа. Понятное дело, наступила весна. В Москве тоже ожидается завтра погода без осадков. Ночью минус 2,4, днем плюс 5,7. Ветер юго-восточный. Субтитры создавал DimaTorzok